Скажите, пожалуйста, по какой технологии выращивается нулевая и какая лучшее, более предпочтительная, нулевая, классическая или минималка? Дело в том, что мы всем предлагаем и сами используем классическую технологию, то есть это, как правило, обработка по типу полупара после озимых зерновых, мы сеем озимые культуры. Естественно, мы сеем опять же после озимых зерновых, потому что в Краснодарском крае это основные площади и яровые. Ну, яровых рапсов и горчицы у нас в Краснодарском крае меньше, у нас предпочтение отдается озимым, поскольку это высокая потенциальная урожайность, которая реализуется, мягкая зима, все перезимовывает и у нас предпочитают озимые. Яровые больше центральный регион, Сибирь и так далее. И мы рекомендуем классическую, но опять же, это по ситуации. Сам агроном и хозяин предприятия решает для себя, что он делает. Либо наутил, либо еще что-то, потому что это зависит все от количества осадков, от плодородия, от того, какие механизмы на предприятии имеются. Но мы рекомендуем классику, потому что, во-первых, рапсы и горчицы, все масличные, капустные, они очень реагируют на переуплотненную почву. Ну, не любят они ее, не любят заболоченные, переуплотненные почвы. Поэтому мы рекомендуем глубокую вспашку и даже используем очень часто чизеливание, чтобы не было пложной подошвы. Вот такие маленькие нюансы по технологии. Вот особенности сева хотелось бы узнать. Если очень сухо, если, наоборот, очень влажно, что делать аграрию? Стоит ли сеять, не стоит? Ну, во-первых, аграрии, которые запланировали сеять азимы рапс, например, что у нас в основном по югу России, они изначально готовят почву, они заблаговременно знают, что нужно накапливать влагу. Конечно же, сейчас, в данной ситуации, как накапливать, если ее нет? Но где-то в регионах прошел дождь, где-то прошел сильный дождь, где-то не прошел. Естественно, тот, кто планирует, тот всегда готовит почву. То есть он сразу же после уборки азимов колоссовых, сразу же дискует, лущит стерню, дискует, пашет и накапливает влагу. Следит за сорняками, культивирует по мере отрастания сорняков. Потому что спонтанно, вот я решил, хочу посеять, с рапсом такое не проходит. Для того, чтобы получить дружные сходы, нужно хорошо подготовить почву. Она должна быть выровненная, мелко-комковата, потому что семена очень мелкие. Я не знаю, сейчас покажу лево. И они требуют для себя очень ровной, выровненной почвы. Вы видите, да, очень мелкие семена. Чтобы они равномерно зашли, они провалились там на 2 метра у тебя, там, или на 1,5 метра, они не взойдут. Глубина заделки какая? Глубина заделки 2-3 сантиметра. Прикатывать нужно? Да, требуется прикатывание. Если мы видим, что почва сухая, мы немножко заглубляем. Если прошел дождь, можно даже выглубить сошники и чуть-чуть посеять на 1,5 сантиметра. То есть это все нюансы, которые регулируются по мере того, какие условия складываются в данный момент времени. Вопрос по сорнякам и по болезням. Значит, чем бороться, как бороться? Какие есть основные заболевания, кроме тех, что вы назвали? Вот у рапса, например. Что касается сорняков. Мы рекомендуем, например, сделать обработку до сходовую бутизану. Наши опыты показывают, что очень хорошо борются с сорняками. Многие сельхозтоваропроизводители экономят, потому что гербицид достаточно дорогой. Они обрабатывают уже по факту, по тому, какие сорняки появляются. Естественно, сейчас в допущенном списке препаратов огромное множество препаратов. И каждое предприятие выбирает для себя то, что они хотят по тому спектру сорняков, которые имеются на полях. То есть названия я говорить не буду, потому что их очень много. Я вот сказала примерно, что я конкретно знаю, что конкретно работает. Это довсходовый гербицид бутизан, который убивает широкий спектр сорняков. И я его рекомендую потому, что рапс имеет очень низкие темпы роста именно в самый начальный период своего роста, который вот сорняки быстро растут, они могут его забить. Здесь же бутизан сработает, гербициды затормозят рост сорняков, и рапс спокойненько дойдет до своей фазы, развернет розетку, закроет сорняки, закроет почву и спокойно будет развиваться. А дальше уже по ситуации смотреть. А по другим болезням чем обрабатывать? По болезням мы предлагаем, и мы на своем опыте убедились, что есть либо такой препарат фоликур, он и регулятор роста, и фунгицид. С осени в фазу 4-6 настоящих листьев мы обрабатываем, защищаем от болезней. И в конце цветения мы пиктором обрабатываем свои посевы, для того, чтобы как бы сделать защиту, предусмотреть заранее, чтобы меньше болели уже к концу созревания, потому что основные болезни на юге России проявляются уже в фазе зеленого стрючка, желто-зеленого стрючка, когда уже, ну в принципе, они проявились, уже ничего не сделаешь. Мы просто защиту заранее проводим в конце цветения, чтобы эти болезни затормозить, или они не развивались. Вот.